здравствуйте вот буквально только что ну там 10-15 минут назад прослушал выступление зеленского на саммите в индонезии прослушал в оригинале я понимаю что для подавляющего большинства зрителей и слушателей моего канала и всех других украинский язык это не что трудно воспринимаемая трудно переводимая но для меня в этом нет проблем и собственно речь не об этом речь о том что на момент записи этого видео никто не в телеграм-каналах не в новостных лентах но то что мне удалось отсмотреть никто не не то что не подчеркнул никто даже не обратил внимание не заострил внимание на том что зеленский минимум три если не больше раз своей речи назвал это этот саммит саммитом большой саммитом g или g19 и в этой связи я не буду сейчас останавливаться на конкретике это все уже переведено на русский язык иногда переведено не очень качественно когда с добавлениями собственных каких-то так сказать мыслей и мнений которых в речи не было я не об этом я о том что можно вообще себе было представить в середине прошлого века что допустим гитлер или кто-то из его приближенных участвовал бы в каком-то международном собрании совещание или как сейчас это называют саммитами можно ли себе представить любые другие диктаторские режимы будь то северная корея и иран или еще кто-то которые тоже приглашаются принимают участие в подобных мероприятиях оказывается в 2022 году это вполне себе нормально и даже немецкого она написала что вроде как представители глав государств согласовали итоговую резолюцию где осуждается война в украине даже представители россии вроде как не возражали против там формулировки выданной генеральной ассамблеи оон или еще чем-то и при этом добавили шаново очень часто бывает или почти всегда что в последний момент россия от этого откажется но если она от этого не откажется ну тогда уже там не идиотизм не маразм там уже не знаю что медицина очевидная не знает такого как можно проводить саммит вместе со страной которая нарушила не только любые международные законы договора и прочее нарушила собственный многократно много тысяч на собственный уголовный кодекс свою не знаю там на конституцию упоминать не стоит и тем не менее при том что как я понимаю это единственная страна участница этого ну скажем так наверное сборище которая представлена не главой государства государства одни утверждают что болен там и так далее другие еще что-то третье что трус в общем он туда не полетел соответственно ну не знаю не представляю не могу не знаю даже как это все описать и естественно никаких результатов каких-то серьезных конкретных по итогам этого саммита конечно не будет и с огромной долей вероятности никто не исключит россию из этой большой двадцатки ну разве что после того как она то ли развалится то ли станет настолько нищий что как бы уже никому будет неинтересно где-то в новостях довелось прочитать что индонезия там прислала приглашение путина и так далее она хочет чтобы как развивающаяся активно страна того региона хочет иметь россию серебром придатком так что мешает ее иметь а куда собственно россия денется там одни репарации прочей украине будут такие что для всех остальных стран ну либо нечего будет продавать либо наоборот будут продавать все что угодно по самым минимальным ценам чтобы как-то рассчитаться по этим так сказать будущем репарациям поэтому не знаю не понимаю я этих ребят всех сидящих высоких президентских и премьерских креслах ну не понимаю чисто по человечески может быть я и не прав тем не менее закончить хочу тем что речь зеленского было как всегда в последнее время краткая достаточно аргументированная и в общем то действительно не имеющие если брать по уму каких-то препятствий в ее практической реализации причем если не в считанные дни то в считанные недели но увы не хочу оказаться пророком но вряд ли это случится оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь ужас пес 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 пес